Уважаемые коллеги, еще раз приветствуем вас на сегодняшней конференции. Итак, спорные вопросы иммуно-онкологии. Действительно, вопросов достаточно много. Но какие события основные именно для клинической онкологии произошли за текущий год, за прошедший год? Первое, что хочется сказать, что, конечно, вы видите, что препаратов иммуно-онкологических на сегодняшний день зарегистрировано достаточно большое количество. У нас в Российской Федерации мало того, что они зарегистрированы, они действительно теперь есть, и мы можем им и пользоваться, и лечить наших пациентов. Кроме того, зарегистрированы комбинации препаратов, как иммуно-онкологических друг с другом. К сожалению, это пока еще только одна комбинация неволумаб с эпилюмабом, но и комбинация иммуно-онкологических препаратов с таргетными препаратами. И это действительно уже идет в работу. Если говорить о тех основных достижениях, которые мы имеем сейчас в клинической онкологии, то появляются новые показания уже к зарегистрированным препаратам и появляются новые комбинации. Широко сейчас идут работы и, скорее всего, будут изменения со стороны неодевантной иммунотерапии, а также новое направление – это появление конъюгированных антител, которые тоже уже вступают в свою работу. И, конечно, чего нам хочется добиться? Конечно, высоких результатов. Высоких результатов с тем, чтобы основная цель наша – это улучшить качество жизни наших пациентов, продлить эту жизнь и так, чтобы жизнь была качественной и достаточно красивой, способной к творчеству. И что мы действительно можем сегодня чем удовлетворительно такое показать? Первое – это выживаемость наших пациентов. Некогда метастатическая меланома – инкурабельное заболевание. Думали ли мы когда-либо о длительной выживаемости этих пациентов? На сегодняшний день, вот в этом году, опубликовано наблюдение уже 6,5 лет за пациентами, которые получают неволумаб и с эпилемумабом. И на рубеже 6,5 лет выживаемость пациентов почти 50%. Конечно, это результаты, которые воодушевляют, и мы понимаем, что эти результаты показывают о том, что наши пациенты живут полноценной жизнью. Посмотрите, кривые не пересекаются, они идут абсолютно параллельно. Это говорит о том, что часть пациентов, которые отреагировали на лечение, они, как и все пациенты с любым хроническим заболеванием, могут жить теперь достаточно долго. И, повторяю, процент, конечно, 49% на рубеже 6,5 лет общей выживаемости, конечно, эта цифра достаточно впечатляющая. Ну и перейдём конкретно. Какие новые показания появились на сегодняшний день? Например, со стороны препарата пембролизумаб. Шесть новых показаний появились в 2021 году. Какие эти показания? Эвдея зарегистрировал, одобрил применение пембролизумаба в качестве первой линии лечения для пациентов с распространённым и локально распространённым раком пищевода. Причём, как видите, здесь эффект от лечения был вне зависимости от гистологического типа опухолей и экспрессии ПДЛ-1. Следующее одобрение FDA по поводу пембролизумаба – это применение в сочетании с тростозумабом и с химиотерапией у пациентов хертва-позитивным раком желудка. Также здесь эти пациенты, вы их видите в практике, и действительно применение сочетанной и сочетанной терапии позволяет достичь высоких результатов. Следующее одобрение пембролизумаба в этом году, которое зарегистрировано FDA, это применение пембролизумаба у пациентов с плоскоклеточным раком кожи, с распространённым метастатическим или местно распространённым процессом. Два других применения, два других показания уже одобрены и у нас в Российской Федерации, и надеемся, что они и в КСГ появятся. Это применение пембролизумаба с ленвотенибом у пациентов с эндрометриальной карциномой в качестве второй линии лечения. И такое же сочетание препаратов у пациентов с плоскоклеточным раком, у пациентов уже в качестве первой линии, повторяя пембролизумаб с ленвотенибом. И ещё одно показание – это трижды негативный рак молочной железы. Применение пембролизумаба в качестве неодевантной терапии и последующей одевантной терапии в сочетании с химиотерапией. То, что касается неволумаба, здесь тоже есть новые одобрения, новые показания открыты в 2021 году. Значит, первые два показания – это касаются одевантного применения при уротелиальной карциноме, новое совершенно показание. И уже надеемся, что оно появится в наших рекомендациях, и мы уже сможем ими пользоваться. И следующее ещё показание – это применение в сочетании с кабазонтенибом у пациентов с почечно-клеточным раком. И два других показания мы уже стали практически даже им пользоваться, они в рекомендациях есть и появляются в КСГ. Это применение неволумаба в одевантной терапии рака пищевода и кардиоизофагиального рака. И следующее – это применение в качестве первой линии у пациентов с распространённой формой рака желудка, кардиоизофагиальным раком и аденокарциномой пищевода. Что можно сказать по поводу этих новых введений? Что, по мнению экспертов, год, который прошёл 20-й, рубеже 21-го года, для пациентов с желудочно-кишечным трактом, раком пищевода, желудка – это стал исторический год, потому что на основании тех исследований, которые приведены с неволумабом в сочетании с химиотерапией, удалось добиться повышения общей выживаемости пациентов, что является, конечно, достаточно значимым. И эти изменения привели к изменению стандартов лечения пациентов рака пищевода, желудка и кардиоизофагиального рака. Препарат ещё, несколько слов о других препаратах, авилумаб, препарат зарегистрирован в сочетании с оксетинибом для лечения пациентов почечноклеточным раком и зарегистрирован в качестве поддерживающей терапии первой линии у пациентов с местораспространённой метастатической уротелиальной карциномой. И дурволумаб, препарат, который вам всем достаточно хорошо знаком, он в Российской Федерации показал. Вот эти два показания я показываю, это уже в Российской Федерации одобрены эти показания. Дурволумаб одобрен в качестве первой линии для лечения распространённого мелкоклеточного рака лёгкого. То есть, видите, конечно, достаточно много показаний появилось, новых показаний уже знакомых нам препаратов. И ещё хочется сказать, что появился новый представитель препаратов иммуно-онкологических и новые показания для лечения пациентов у виальной меланомы. К сожалению, данная локализация всегда определялась как достаточно агрессивная форма опухоли меланомы, и часть пациентов достаточно быстро прогрессировалась с метастазами в печень, и эффективных препаратов, к сожалению, не было. Наиболее эффективно на сегодняшний день определяется сочетание неволумаба с эпилюмабом. И FDA сейчас на основании проведённого клинического исследования досрочно в ускоренном темпе регистрирует препарат Теппентофасп, который является первым препаратом нового класса, который синтезирован на основании Т-клеточного рецептора. Это такое биспецифическое наклональное антитело. И что важно отметить, что, опять же, достигнуто впервые влияние на выживаемость пациентов. Медиана общей выживаемости пациентов, которые применяли данный препарат, она на 5 месяцев выше, чем те пациенты, которые получали иммуно-онкологические препараты по выбору исследователя. И на сегодняшний день, конечно, это единственный препарат, на который у нас предлагаются достаточно большие надежды. Надеемся, что в скором времени он будет зарегистрирован в Российской Федерации. И вот здесь я вам показываю кривую выживаемости пациентов, те, которые получали Теппентофасп, и те пациенты, которые получали иммуно-онкологический препарат по выбору исследователей. Как видите, кривые достаточно расходятся. Вот эти данные были впервые оглашены и представлены в апреле этого года на Американской ассоциации изучения рака. И, конечно, сейчас очень много, я уже говорила, исследований, которые, скорее всего, изменят нашу реальную клиническую практику по неодевантной терапии и одевантной иммунотерапии. И вы все уже, наверное, хорошо знакомы с теми работами, которые вы здесь вот представлены. Например, исследование АПАСИН, которое касается больных с меланомой, третьей стадии применения, сочетание иммунотерапии пилимумаба с неволумабом, позволяет достичь высоких результатов при патоморфологическом ответе, что, конечно, сказывается на дальнейших результатах, такие же исследования проходят и по лечению пациентов с немелкоклеточным раком легкого и при других локализациях, что воодушевляет нас. Мы думаем, что мы будем переходить постепенно уже на более ранние стадии лечения и оказывать пациентам достаточно эффективную помощь. И вот последние совершенно результаты я вам показываю. на ЭСМА этого года представлено. Адювантная терапия перебирается уже с третьей стадии на вторую, как, например, происходит при меланоме. Применение пембролизумаба у пациентов с второй стадии, второй B, второй C стадии при меланоме позволяет уменьшить риск рецидива на 35%. И вот эти кривые тоже, видите, достаточно хорошо видны, как они расходятся. Надеемся, что мы будем оказывать, назначать вскоре терапию и пациентов вот со второй стадии заболевания. На сегодняшний день вы знаете, что назначаем адювантную терапию только начиная с третьей стадии заболевания. И, конечно, нельзя не сказать о том, что все мы переживаем на сегодняшний день тяжелые достаточно изменения, связанные с пандемией COVID-19. Она разделила нашу жизнь до и после. И мы сейчас достаточно уже приспособились, если можно так сказать, и оцениваем каждый раз те показания, риски и пользу от лечения, которые мы проводим нашим пациентам, и стараемся минимизировать те осложнения, которые могут усугубить присоединение любой инфекции, в том числе и вирусной инфекции. Я не буду останавливаться на данном вопросе, потому что у нас будет целый доклад посвященной и вакцинации пациентов, и завтра мы будем разбирать трудные случаи лечения пациентов как раз в условиях пандемии COVID-19. Конечно, остаются спорные вопросы, и спорных этих вопросов достаточно много. Предикторы ответа. На сегодняшний день мы, конечно, не владеем достаточной информацией при выборе терапии. Те предикторы, которые существуют, не всегда нас удовлетворяют. Опять же, не буду на этом останавливаться, потому что следующий раздел как раз будет касаться предикторов ответа. Как долго лечить пациентов иммунотерапией? Как выбрать первую линию терапии? С чего начать? Сегодняшнее исследование, которое идет, например, по меланомисокамбит. Но пока еще срез данных только нам показали. И мы надеемся, что, возможно, мы получим какие-то ответы. Но сегодняшний день этот вопрос достаточно дискутабельный. И понимаем, что, конечно, во главу угла всегда мы ставим пациента с его определенной картиной, с течением заболевания и с его определенным статусом, как статусом пациента, так и статусом его опухоли. Конечно, резистентность к иммунотерапии. Мы понимаем, что далеко не все пациенты отвечают на иммунотерапию. И сейчас идут работы, об этом будут говорить завтра, по поводу преодоления резистентности к терапии, какие здесь исследования идут. И здесь тоже очень много интересного. И, конечно, опять же, и портреты, и портреты пациентов. То есть вопросов достаточно много. И наша сегодняшняя конференция, и завтрашний день будет посвящен вот этим всем вопросам. Поэтому, уважаемые коллеги, думаю, что все вместе, когда мы с вами объединимся, мы будем преодолять все трудности, которые нас сопровождают. И все наши деяния направлены только, конечно, на улучшение результатов лечения наших пациентов, на продление их жизни. Спасибо большое.